Привет всем, друзья! Меня пригласили на НТВ на телепередачу «Живая еда» с Сергеем Малозимовым в качестве эксперта. В этом видео вы увидите, что происходит за кадром при съемке телепередачи. Съемки совершались в Московской области, город Балашиха. Сейчас происходит подготовка. В съемочной группе рассказываю о своем творчестве. Подготовка. Вы должны с каждого. Подожди, с тобой общаемся. Игорь будет с тобой общаться. Не в камеру. А, не-не-не-не, общаетесь, Игорь. Правильно, Игорь? Сейчас. Сейчас идет рабочий процесс установки камер и обсуждения сюжета. Скрытый микрофон мне уже установили. Меня зовут Игорь Блокитов, блогер. Будем сегодня готовить мы рожек для углей и также для костра. В принципе, это идет для костра. Подсмотрел в интернете, там были такие диски из ваты. Я модернизировал эти диски. Заменил эти диски на простой картон. Нужно картон порезать мелким образом, чтобы вошло в эту банку. В банке находится парафин. Можно взять обычный свечек? Обычный свечек. Можно обычных свечек и ароматизированный. Надо банку поставить на плитку. Поджигая огонь. И дадим ей разогреться. Тем временем, я нарежу картон мелкий. Я думаю, будет достаточно. Теперь надо дождаться, чтобы парафин разогрелся полностью и набрал свою температуру уже до раскаленного состояния, насколько это возможно. Я правильно понимаю? То есть, вот будет просто жидкообразно. Парафин разогрелся. Теперь надо взять картон, пинцет и уже его погрузить в раскаленный парафин. Парафин моментом начинает бурлить. Можете, пожалуйста, чуть-чуть наклоняться, это для звука, послушать, как бурлит, когда следующее положите. А, хорошо. Пробурлило, в принципе, около 15 секунд, 20 секунд. И его уже кладем на борту. Такую же манипуляцию делаем уже с другим картончиком. Наклоняйся. Наклоняйся. Не бурли, не бурли. Нам нужен бурляск. Берем следующий. Все, наклоняйся застаю. Кирилл, если можно чуть-чуть поближе, то подойди на следующий. Потому что мы уже все сказали, что происходило. Да нет, все будет. Я имею в виду просто... Да, могу не соблюдать. Да. Ну вот просто оператор под снимку. Делайте, делайте, делайте. Беру картонку. Да не обязательно говорить. Допустим, на природу приехать, на дачу или еще что-то. Каждый вот этот розжиг уже готов. Готовый розжиг. Еще раз. Каждый шашлык. Каждый вот этот розжиг готовлю в качестве. Это пять костров. Также сейчас мы разожгем этим розжигом угли и пожарим шашлык. Точка. Вы вставайте сюда. Я предлагаю... Каждую жидкость в кадре как рассматриваете. Вам передали состав. Своё мнение. Вторую жидкость. Мнение. Третью жидкость. Мнение. На всё на это уходит три минуты, не больше обсуждения. После этого делаем стоп и уже начинаем готовить. Окей? В кадре вы сможете... Чтобы всё понятно было, сейчас я расскажу, что происходит. Задача телепередачи состоит. Протестировать розжиг для углей. И на углях пожарить шашлык. Будем использовать три покупных розжига и один, который я сам сделал. Мы узнаем, повлияет ли разный розжиг на вкус мяса. Мы его продегустируем и какое-то количество отправим на экспертизу. Результаты экспертизы будут известны в самой телепередаче на НТВ. Так как я ещё и фудблогер, взял инициативу в свои руки. Мясо порезал на правильные кусочки и нанизал его на шампура. Чтобы готовый шашлык не перепутать, где на каком розжиге он жарился, производят маркировку всей тары. Наши эксперты познакомились с жидкостью, с инцеплярами. И начинаем каждую жидкость проверять на запах, на состав. Начинаем с первой, второй, третьей, четвёртой. Приготовились. Секунду. Первую начинаем? Сейчас, сейчас, секунду. Первую нюхаем, нет? Ну, вы же знаете, кто это такое? Кир. Пускай, что это. Это я сам приготовил на основе того-то. Говорите, Владимир. Итак, заведующий лабораторией химии и пищевых продуктов, Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, дотр биологических наук Владимир Беслойнов. Просто обычный свечной парафин. Обычный свечной парафин. Замечательная вещь. Без запаха, без ничего. Горит даже в сыром виде. Ну, я так понимаю, что жидкость под номером два, это очень близкий родственник, только здесь жидкий парафин, так называемый. Жидкие фракции парафинов. То же самое, практически не обладает запахом. Это похожая вещь. Получается аналог. Это аналог, это парафины дёрдые, это парафины жидкие. По запаху, что-то здесь, какая-то присадка ещё есть? Ну, надо будет попробовать, как будет пахнуть в огне. А вот это вот чистый изопропиловый спирт, практически с добавлением загустителя. Наверное, это очень хорошо использовать даже качественное средство для дезинфекции рук. Это гелеобразный. Гелеобразный, да, там 70% изопропилового спирта. Ну, прям по запаху напоминает привычное, на руках танец. Да, привычное средство дезинфекции, которое выдавали в супермаркетах. Ну, а это уникальная вещь. Это керосин. Высерители. Кошечки на запах шашлыка пришли. В конце видео они шашлык продегустируют. Лабораторный анализ показывает. Да, и запах тоже. Да, я согласен. Да, давайте попробуем. Секунду. На мой взгляд, жидкость, я думаю, с керосином покажет с лучшей стороны. Загорится. Загорится. Загорится, очень хорошо. А эти уже, конечно же, уже правильно. Думаете, это лучше, чем самодельный рожек? Ну, конечно же, это жидкообразная субстанция. Оно лучше намного, потому что пропитается в угле. А вот этот рожек, ну, конечно же, уже будем смотреть, что будет происходить. А думаете, запах не останется на шашлыке? Ну, запах, я думаю, сгорит. А ваше мнение? Ну, мое мнение, что с точки зрения эффективности рожека, это действительно вот эта вещь. Ступим к разжиганию. Да, конечно, приступим. Сколько я помню, нужно налить и дать постоять, если мы имеем его нахуй. Да, я сразу. Понятно. Давай, давайте, все правильно. Можно дать борец, но не могу. Скажите, сколько нужно жидкости наливать? Безусы. Сейчас. Мы обязательно поговорим, сколько жидкости, чего. Просто мне нужно именно вот это подснять на тишине. И вторую жидкость. Игорь, вторую налей. Вторую какую? Номер 2. Ничего не говорим, просто наливаем. Разжигаем. И после этого задаст вопрос Саша по поводу количества. Разжигаем. Секундочку. Разжигаем, разжигаем. Готовы, конечно? Давайте, давайте. Да, поджигайте, поджигайте. Вот теперь, после того, как будет гореть, вы можете проанализировать, простите, и запах, какой исходит от этого. Да, быстро ли разожглось, быстро ли схватилось. А потом уже Саша задаст вопрос, сколько можно жидкости. По запаху, может, надо было по очереди. Поехали, работаем. Как сейчас повелись о жидкости? Поехали. С Сашей говорим. Да, давайте начнем с первой. Как ведет себя первая? Первая жидкость, первый розык, конечно, соответственно, он уже потух. Он предназначен как бы для кастраба, что он много, для углений. Ну, приходится работать метром. Хорошо, по запаху? По запаху греет. Все, хорошо, окей. Второй? Второй воспламенился, работает. И, кстати, я сказал бы, совершенно неплохо. По запаху. Пахнет углем. Для меня пока не было. Гульдимер? Ну, третий, это было бы, и сейчас, когда вы воспользовались жидкостями, помойте ручки перед тем, как нанизывать мясо. Тогда вот риск будет минимальный. По сути, своей вот эти вот жидкости, они уже выгорели, запах от них практически нет. А это, смотри, что у него с глазиком уже. Согласы как у буденного. Сейчас бы глазик обострел. А не кирит у него вообще. Пора жарить, еще воду нужно. Воду обязательно. Да, воду на всякий случай, чтобы была. Так, мы разбираем первый ваш, второй ваш, третий, четвертый МАИ. Первый, второй номер МАИ. Так, это четвертый. Два, три, четыре. Так, ну что, попробуем? Будем пробовать. Начнем, будем правильно. Я готов. Режем. Я держу. Никакого постороннего запаха нет вообще. У меня запах нет. Маринатор. Ну, готовый. Шашлык полностью приготовлен. Перчинка. Есть, да. Ну, что-то там парафин, паста, я не чувствую. Нет, посторонних запахов нет. Вообще нет. Давайте посторонних запах. А, это. Так, я наступил. Пахнет хорошо. Так, так же, как тот же. Как первый, прям один за один. Да. Ничего другого. Пусть моя очередь. Ну, сам. Да. Номер три. Номер три, номер три, номер три. Я первый. Хорошо. Не, ну, шашлык и шашлык кто-то такой же. Первый, второй, третий. Вот этот помягче. Да. Ну, и последний, номер четвертый. Держим. Жуем. Пахнет хорошо. Я уже принюхался. Ну, посторонних запахов нет. Ничего нет. По мне, это все четыре совершенно одинаковые. Ничем не смеется. То есть жидкость никак... На мой взгляд, жидкость для розжига никак не повлияла на вкус этих шампуров. Каждый из этих шампуров один и тот же вкус. Ну, это один и тот же шашлык. Может быть, лаборатория даст другие результаты. А с какой жидкостью лучше всего жарилось именно в готовке? Мне кажется, вот с моим розжигом было получше. Ну, конечно же, соответственно, я его и раздувать начал. Так он же родной. Ну, да, да, родной. А я-то пробовал вот эти чистые химические вещества. Вот быстрее разгорелось, конечно, щетверо. Ну, это было ожидаемо. Единственное, что запах, да? От меня все равно немножко было. Ну, это... Первоначально. Первоначально, да. Даже у меня вообще явно щетверо. Ну, что, милый. В принципе, все. Спасибо, котка. Иди сюда, мой хороший. Побежала. Официальный кусок есть. Все. Они их угостили. Класс. Ну, сейчас так. Все. На. Кс-кс-кс-кс. Телепередача выйдет на НТВ. И можно будет ее посмотреть 21 мая 2022 года. Кому видео понравилось, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok